Всем привет, друзья! С вами снова Александр и Залим. Здравствуйте! Сегодня у нас с вами будет интересное сравнение. Это вот как раз таки между чем обычно люди выбирают, когда хотят себе купить настоящую, внедорожную, неубиваемую коляску. Сегодня я буду вам показывать Baby Jogger City Elite, а Залим будет... Bumble Ride Indie. Да. Сейчас мы вам вначале назовем каждой своей коляске технические характеристики и потом будем сравнивать их сверху вниз. Например, вообще Baby Jogger это американская компания. Как и Bumble Ride, да. Американские коляски. Да. Гарантию производитель дает год на Baby Jogger. Два года на Bumble Ride Indie. Так, смотрите, что касается веса. Baby Jogger 11,9. Bumble Ride будет весить 10,9. На килограмм легче. Ничего себе. Так, а спинка по наклону? Вот здесь очень хороший показатель у Baby Jogger 100 градусов и 175. 100 и 170. Так, с трех месяцев до пяти лет можно использовать Baby Jogger. Bumble Ride можно использовать с рождения за счет того, что есть функция превращения прогулочного блока в люльку, но и рассчитан до пяти лет максимум. Ширина колесной базы здесь немаленькая, 66 сантиметров. У Bumble Ride Indie на 3 сантиметра уже, 63 сантиметра. Максимальную нагрузку, которую выдерживает коляска Baby Jogger, очень большой показатель, 29,5 килограмм. Bumble Ride рассчитан на меньший вес, до 25 килограмм. Вот. Так, пришло время сравнивать. Соответственно, начнем сверху вниз. Давайте сразу обратим внимание на ручки. Ручка регулируемая у Baby Jogger. Диапазон просто очень большой, прям вот конкретно. Под любой рост абсолютно можно подобрать. Обивка у ручки резиновая. Что в Bumble Ride Indie? В Bumble Ride Indie тоже такая же система регулировки по наклону и очень большой диапазон регулировки. Накладка здесь тоже резина из мягкой резины. Резина вообще очень полезна вот в такого рода колясках, когда условия неблагоприятные при использовании. И она не рвется, не впитывает в себя влагу, потом плохо бывает, губки пахнут. Поэтому здесь таких проблем нет. Еще, кстати, один моментик сразу подмечу. Здесь просто так хитро это спрятано. Здесь у изголовья есть вот такой органайзер с тремя кармашками. Насколько я знаю, у Bumble Ride Indie кармашек здесь в спинке встроены. Но раз комплектации мы коснулись, здесь в комплекте будет такой ремешочек, который цепляется на ручку, чтобы можно было одеть на запястье. Ну, что есть, да, кстати, и в Bumble Ride. Да, такой своего рода страховочный ремешок. Ну, раз коснулись комплектации в комплекте, к Bumble Ride, так как надувные колеса, здесь будет насос. Насос очень качественный, хороший. Так, это что касается ручки и вот этот органайзер. На нем нельзя сказать, нельзя не сказать, потому что он прямо у ручки находится. Вот, давайте теперь посмотрим на козырьки. Давай максимально посмотрим их возможность. Ну, тут, конечно, глубоко закрывается козырьком. Козырьки оба большие, да. Да, и у Бэйби Джоггера есть интересные фишечки. Вот эти вот отсеки, здесь магнитик, можно вот так закрывать и открывать. Причем фиксируется и здесь, и здесь. И также с этой стороны. Насчет смотрового окошка, давайте заглянем, что у нас здесь. То же самое с пленочкой и на магнитиках. А что у тебя? У Bumble Ride козырек можно вот так подогнуть. Соответственно, дальше убирается вот таким вот образом. Нету по бокам сеточки, но, соответственно, смотрового окошечка, который можно зафиксировать вот таким вот образом. на крючочек, сеточка. Так, сейчас, секундочку. Сеточку. Так, теперь давай опустим у нас в то самое 175 градусов. У тебя сколько? 170, да? Да, 170. Наклон, спинку. Сделаем лежачее положение. Здесь, кстати, подножка у нас не на кнопочках, а на металлической подпорке. Это хорошо, что так сделано. Ребенок, даже если наступит, она не поломается. Ну и ремешками оно фиксируется. Да, у Bumble Ride подножка тоже регулируется. И регулируется в нескольких положениях. Соответственно, вот такое положение будет поднято. Более стандартное. На кнопочках опускается. Так, давай задние стенки покажем. Вот, у Baby Jogger есть вот такая накидочка. Она как плащевочка убирается тоже. И здесь у нас москитная сетка. А там что? У Bumble Ride вот эта накладочка снимается с кнопок и поднимается. Вот этот бортик, соответственно, будет секцией из москитной сетки. Тоже, соответственно, либо можно себя стегнуть, либо сверху вот так придерживать. На стеночке сзади тоже есть большой такой карман. Здесь Bumble Ride он тоже, по-моему, был, да? Да, у Bumble Ride тоже есть кармашечек. Он поглубже с двух секций состоит. Так, сейчас давай заглянем на сиденье. Сравним их посадочные места. Что у нас здесь? Подножки уже показали. Бампер у Baby Jogger он здоровенный. Он регулируется у нас в двух положениях. Он отбит просто тканью. В самом сиденье у нас, что касается безопасности, пятиточечные ремни, мягкие накладочки есть везде. Сиденье очень высокое. И что хочу еще обязательно подметить, потому что многим это важно, помимо того, что сиденье высокое, сама спинка это очень сильно натянутая плотная ткань. Здесь нет внутри никакой пластиковые пластины, деревяшечки. В общем, спинка она вот такая мягкая. А там что? В BumbleRide бампер присутствует. Его откидываем только для того, чтобы сложить коляску. Бампер в одном положении будет находиться. В плане безопасности здесь тоже имеются накладочки на плечевую зону ремня и паховые части. Здесь спинка имеет подкладку, поэтому здесь, конечно, и мягкая накладка есть под жесткой подкладкой, ну и, соответственно, нету такого продавливания. Здесь более жесткая посадка будет. Так, давай сразу покажем их интересную особенность. Вот, например, у Baby Jogger очень круто реализована система, которая, я вам сейчас фотографию здесь вставлю, вы видите, которая дает возможность блокировать переднее колесо. Это все-таки внедорожные коляски. Одним движением, вот так вот перекидываем фиксатор, все, она заблокировалась. И так же у нас разблокируется. Там тоже... В BumbleRide тоже не менее круто это выполнено, система. Для того, чтобы заблокировать, вот рычажочек выпрямляем, и колесико, когда выравнивается, блокируется. Фиксация надежная. И я в обратном движении снимаю с блокировки. Да, вот у них это все реализовано так, чтобы можно было это сделать быстро и без проблем. Так, теперь давай посмотрим, что у Baby Jogger с амортизацией. Здесь у нас на передней шасси амортизация очень мягкая, пальцем все продавливается. Но амортизации здесь нет на задних колесах, в принципе, никакой. Достигается все только благодаря передней оси. А что в BumbleRide? В BumbleRide на передних колесах тоже есть система амортизации, тоже мягкая. И плюс ко всему, есть еще амортизации на задних колесах. BumbleRide вообще на самом деле ощущается чуть-чуть такой помягче коляской, в принципе. Да, но это еще обусловлено тем, что в Baby Jogger используются не надувные колеса, резиновые. А в BumbleRide все колеса будут надувными. В них стоят камеры, из-за этого она мягче и потише. Здесь чуть поплотнее, чуть пожестче. Что касается самой рамы, естественно, они оба металлические, собраны они обе очень хорошо. Давайте с вами сравним теперь багажники и клиренс. Это очень важно в такого рода колясках. В Baby Jogger очень высоко поднят багажник. Единственное, вот доступ к нему такой вот не самый большой, но вот эти вот части, они резиновые и можно, в принципе, оттянуть и что-то туда закинуть. А у тебя в BumbleRide багажник пониже расположен, нет жестких подкладок, поэтому если что-то точечная класть будет продавливаться, но при этом объем очень большой и доступ очень удобный. Да, и он сделан из очень крепкого материала сам. Да, там я не знаю, что надо положить, чтобы с ним же достичь. Прочирать, ну, будет не очень легко. Да. Так, что касается колеса, разобрались. Давай теперь посмотрим, как здесь реализованы тормоза. Здесь, как мы видим, у Baby Jogger тормоза нет в привычном месте. Он реализован здесь сверху, вот такой вот, таким способом. Оттягиваем, он зафиксировался, зафиксировался, затормозился и нажимаем две кнопочки, отпускаем. Все, она поехала. BumbleRide тормоз более классический. Ногой мы устанавливаем нажатием на этот рычаг и, соответственно, носком надо будет приподнимать, чтобы снять с тормоза. Давай теперь покажи, как она складывается. Складывается коляска BumbleRide текстилево внутрь. Для того, чтобы сложить, надо будет отжать две кнопки с двух сторон и вперед убираем. Бампер, бампер. Да, совсем забыл. Бампер предварительно опускаем и после чего, соответственно, таким движением складываем. В сложенном виде удобно носить за счет того, что есть ручка. И легко скидываются колеса, если в самолете, там, боитесь за колеса, можно их одним движением. Да, задние колеса снимаются одним движением. Очень круто сделано. Так, давайте теперь сравним ее с Baby Jogger. Она складывается уже наружу с помощью, вот здесь вот у нас под ребенком, под сиденьем, есть ремешочек, за который мы просто дергаем. И она, соответственно, сама складывается. Вот таким образом. Естественно, также одним движением скидывается колесо. Вот, все так же, как в BumbleRide реализовано. Одной рукой прям можно это сделать. Вот, и, соответственно, что касается поставить, здесь, конечно, не знаю, надо попробовать. Она встанет? Если мы колесо как-нибудь подогнем, она встанет, как твоя. Нет, да? Нет, ну, если ручку только выставить. Я помогу. Выставляем ручку в спинку. Все равно как-то вот она не становится. BumbleRide можно поставить. Ну, во всяком случае, можно на бок поставить. В этом это не суть, короче говоря. В общем, вот так они складываются. Это очень похожие коляски. В принципе, идеология у них одинаковая. Философия, скажем так, обе внедорожные. С обеими можно бегать, на роликах кататься, по любым дорогам ездить. Вот. Выбирать, естественно, как всегда вам. Добавить у тебя есть еще что-то, что мы не сказали? Ну, я бы отметил бы, что эти две коляски в данном сегменте неубиваемых вседорожных колясок являются самыми популярными. Почему мы решили сравнить данные коляски. И выбирая любую из этих колясок, вы выберете правильный вариант. Никакая вас не обломает. Они реально очень классные обе. Любая из них вас устроит на 100%. Ну, а разницу мы показали. Выбор, естественно, за вами. Ссылка внизу в описании на First Buggy будет и на одну, и на другую. Есть и отдельные обзоры на эти коляски. Тоже можете посмотреть на моем канале. Вот. Я хочу пожелать вам сделать хороший грамотный выбор. И удачи. Всего доброго. Всем пока. Пока. Продолжение следует.